Привет, Леонардо! Покажи свою прическу, покрутись в курсе. Вау, ты какие усики одел. И парикмахер зовут Виктория. Лео, скажи, тебе понравилась стрижка? Он вообще классный, он машинки не боялся. Да, ну включи машинку. Смотри, он такой сиделый, ну так, скажи, что тебе нравилось. Да? А мы переживали, что Лео будет плохо себя вести. А в итоге он очень классно себя ввел. Ну мы, конечно, включили мультик, чтобы его обдурить. Не то что обдурить, а чтобы он хорошо себя ввел. И вот Лео, абсолютно современный, модный человек. Вика, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь, где ты училась, что-то такое. Как в Америке можно учиться? Оказалось, как и в Америке. Ну это, да, а как можно здесь попрактиковать? Вот приходишь к детям, мучаешься. А приходилось учиться, сдавать пермит какой-то? Конечно. Ходила в школу, плавно начало не ходить туда. Потом это год. Сколько дорого? Дорого 24 тысячи. Дорого? Школа. Школа, ну вот год. Полный шел, я знаю. Это самая высшая школа. Крутая матрица. А что ты говоришь, не ходить? Ну понял. Нет смысла? Нет смысла. Ты можешь пойти в колледж, выучиться бесплатно и то же самое поучишь, потому что ты все равно идешь в салон и учишься сама собой. Сама учишься. В итоге ты работала в самом крутом салоне нашего города, да? Да. В каком? В Фолсен? В Фолсен. И какой у тебя опыт? Очень хороший. Никуда не туда тоже не ходила. Почему? В плохой салон. И что ты предпринимаешь, что ты думаешь самый лучший способ стилистам делать? Как стилистам? Что надо делать вообще? Чтобы выгодно было и хорошо? Стилистам, чтобы на дому, короче, работать, выбирать себе хороших клиентов и иметь фан. Что мое, что я делаю? Я хожу к своим друзьям, провожу с ними время и поддерживаю их. Вот как только что с нами произошло. А Вика, она наша классная подруга еще с 46-х годов. Шутка, нет. С 58-го мы ее знаем. И они приехали с Майкопа. Очень веселая семья. Курбата. А папа. А папа у нее открыл самый, единственный, наверное, русский магазин. Даже не русский. Русский хозяин. Ремонт обуви. И к нему приходят звезды из нашего города. И Линкенбрустер приходил к нему. Линкенбрустер, да. Все, спасибо. Это была Виктория Нидиогла на сегодняшний день. Все ходите к ней, потому что она веселая делать салон. Вы меня видели секунд три назад? А сейчас посмотрите, как меня сделала Вика. Возвращаемся в 1920-е годы. Какой-то Педро с Англией, да? Не, на самом деле мне нравится. Причессон, который я никогда в жизни не делал. Такой, типа, ну сейчас он модный. Через лет двадцать он будет, как сейчас, девяностые. Отстой. Но все-таки я попал в историю. Я сейчас в 2016-м. Ну, по крайней мере для себя я считаю модным Аня. Ты считаешь меня модным? Очень, очень. Супер. Главная жена от меня не отреклась. А Вике особая благодарность. Подписывайтесь к Вике на инстаграм и следите за ее новостью. Вика, какой у тебя инстаграм? Не знаю. Виктория. Виктория. Виктория секрет. Поблагодарить тетю Вику. Спасибо, тетя Вика, что меня классно подстригли. Виктория. Виктория секрет. Виктория секретно. Вот сегодня numéro 12-1950. Продолжение следует...